Юля, вы меня слышите сейчас? Да, да, да. Вот, простите, это у меня что-то было, потому что у меня начал компьютер устанавливать обновления, я пыталась с телефона все сделать, а там почему-то звука вообще у меня не был. Я вижу, что вы все включили, что-то говорите. Меня тоже не было слышно, да? Нет, ничего не было, не слышала. А я не вижу, потому что там мигает, моргает. Ну да, ну все, вроде бы все заработало. Так, все, запись сейчас я тоже, а, запись уже сама пошла. Все, включаем демонстрацию. И нам нужно все-таки закончить разбор вот этой темы, о которой вы заговорили несколько занятий назад. Да, да, почему иногда можно увидеть вот такую вещь, когда вроде бы речь идет о нескольких предметах, да, но при этом используется конструкция here's или там there's. Ну, как бы это примерно одно и то же, да? Вот мы с вами… вам сейчас видно экран, да, уже? Вот сейчас должно быть видно, да? Вот, мы в прошлый раз остановились, значит, посмотрели, так, вот верхнюю часть этого слайда. Давайте вот сейчас поговорим о… Это мы говорили о том, как в единственном числе, да, это все работает. То есть, например, there is a new cafe. И вот второе хорошее предложение. Смотрите, я вам прочитаю его. She is very determined and there's no chance she will change her mind. Видите его, да? She is very determined and there's no chance. Значит, что мне в этом предложении нравится? Во-первых, вот это выражение – there's no chance. Это значит… как вы думаете, что такое – there's no chance she will change her mind? Я потом объясню, что такое – change her mind. Просто как вы чувствуете, что такое – there's no chance? Это не change, это изменение… Ну, менять… Да, не смотрите пока, да, мы пока вот в серединке, да. There's no chance. Нет шансов. Да, да, there's no chance. То есть, исключено, да, что что-то там произойдет или наоборот не произойдет. Что такое change her mind? Вроде бы слова все знакомы. Change – это меняться, как вы сказали. Mind – это… Ну, change her mind – она передумает, да. То есть, что вместе вот означает вот это – there's no chance she will change her mind? Нет шанса, возможности передумать для нее. Да, то есть, нет никакой вероятности, что она передумает, да? Никакой вероятности, что она передумает. Как бы вы сказали, нет никакой вероятности, что завтра будет дождь? There's no chance. Начните с there's. There's no chance. Что-то у меня не было звука, видимо. Давайте еще раз. There's no chance. Change. Не-не, смотрите. Вы говорите… Нет, что-то не было. Да, говорите… There's no chance. А дальше все, что угодно. То есть, как просто отдельно сказать? Будет дождь. Во-первых, it will… It will rain. Все, rain просто. Да, it will rain. Будет идти дождь. It will rain. Давайте вспомним, как сказать, будет идти снег. It will snow. Все, it will snow. Вот давайте теперь это объединим в такое небольшое предложение. Никакого вероятности нет в том, что завтра будет дождь. There's no chance. It will rain. Все, да. Tomorrow. Tomorrow, да. There's no chance. It will rain tomorrow. Давайте еще такое переведем. Как сказать? Нет никаких шансов, что мы купим билеты. There is no chance. Chance. Долгий звук. It will… Не, не, не надо «ит», вы же сейчас говорите про… We will buy tickets. Tickets. There's no chance. We will buy tickets. Хорошо. Как сказать, например, нет никаких шансов, что… Так, сейчас что такое… Что она найдет работу. There's no chance. В общем, в общем, в общем, в общем, в общем, в общем, мы сейчас не будем в этом вникать. В общем, work – это работа, например, как какой-то объем работы. Например, I have a lot of work to do. У меня много работы, надо переделать. Если мы говорим о работе как о месте. Нет, не как о месте. Короче, во фразе «найти работу» нужно слово «job». «Find a job». Или, например, он безработанный. He has no job. Вот такое – это «job». Еще подруга сама себя исправляла, вместо «job» она хорошо про английский говорит. Да, ну это как бы надо просто смотреть. Самый, мне кажется, лучший путь – это запоминать именно фразы. То есть вот в такой-то фразе «job», в такой-то «work». Потому что если каждый раз думать о правилах, это будет не очень хорошо. Да, значит, здесь «no chance she will find a job». Здесь еще вот это слово «determined». Я бы не стала на него особо просить внимание, но она означает «to be determined» – это значит «быть очень, как это сейчас скажу, быть очень решительно настроенным» по какому-то поводу. «She is very determined» – значит «она очень решительно настроена». И никакой вероятности, что она изменит свое какое-то решение. «She is very determined». Так, это что касается вот, значит, единственного числа. Давайте смотреть ниже. Там уже показано, как себя вести, если речь идет о каких-то предметах во множественном числе. Читайте первый пример. «There are two new buildings next to the school. There are both science buildings. Science – это наука. There are both science buildings – это значит, что оба эти здания какие-то научные здания. There are both science buildings. Так, значит, «there are two new buildings next to the school». Давайте что-нибудь с этим предложением поделаем. Как вы скажете «возле…», так, давайте так, «возле моего дома» два новых здания. «There are two new buildings next to my house». Просто «my house». «To my house». Да, вот если вы используете такие слова «my», «his», «our» и так далее, то туда артикль уже вставлять не надо. Вы и так показываете, что это конкретные какие-то вещи. «There are two new buildings next to my house». Как скажете «напротив моего дома» два новых супермаркета? Да, просто «opposite my house». Можно «opposite to», но «opposite my house» тоже. Так, ну и все. А внизу просто написано, что в разговорной речи, то есть, как они это здесь называют, «in speaking», да, или там дальше написано «in some informal writing», или в неформальной переписке, то есть, когда человек пишет просто какое-то сообщение или email. Можно вместо «there are» даже во множественном числе сказать «theirs». Давайте вот эти два нижних предложения уже прочитаем. «There are three other people who are still to come». Вот слово «other», прям тоже обратило бы ваше внимание на него «other». Помните ли, было оно где-то или нет? Что это значит? Другие люди. Да, другие. Почему-то вот с этим словом как-то бывают сложности. Значит, как понять общий смысл этого предложения? «There are three other people who are still to come». Здесь как бы так сложно, наворочено слегка, да? Что значит «still to come»? «Еще придут», да, которым «еще надо прийти». То есть, другие люди. «Еще нужно прийти другим людям». Да, сколько там человек упомянут, видите? «Еще надо прийти трем другим людям». Да, то есть, еще три других человека придут. «They are still to come». Можно было бы сказать «there are three other people who will come». Это было бы по смыслу то же самое. Просто здесь вот это «are still to come» – это значит, что как бы с ними уже договорились. Тоже сейчас пока не будем. Это будет через, кстати, несколько там занятий. У нас начнется тема глагола «be». Вот, и там вот, по-моему, вот это будет разбираться. Когда «be» используется для того, чтобы рассказать о том, что что-то запланировано. Например, «he is to come». «Он должен прийти». Или там «they are to go to London next week». Они поедут там в Лодон на следующей неделе. Так, и последнее предложение читайте. «There is lots of cars in the car park». «There is lots of cars». Тоже, видите, «lots of» – это что такое «lots of»? «Много машин в этом парке». В каком-то парке, наверное, я так думаю… «Автопарк». Какой-то автопарк или, может быть, это даже какая-то парковка. То есть на парковке или в автопарке много машин. Какие вы знаете еще другие способы сказать «много»? Вот здесь у нас «lots of», а можно еще как сказать? «Many». «Many» можно сказать, если это исчисляемый, да, «many cars», если это неисчисляемое типа «время». Как сказать «много времени»? Вместо «many» надо взять что? Ну да, там другое слово, неисчисляемое. «Match». «Match time», «match water», «match coffee» и так далее. А есть еще такое универсальное, которое подходит для всего и означает то же самое, что «lots of» – это «a lot of». Это абсолютно то же самое. «A lot of» и «lots of» – это все одно и то же. Так, теперь прямо уделим чуть-чуть времени. Вот я тут уже приготовила упражнение, чтобы поговорить о страдательном залоге. Не знаю, наверное, уже в следующий раз. Вот, present – наш perfect continuous. Давайте посмотрим, чтобы его не забывать. Значит, мы остановились на предложении номер пять. Давайте прям парочку сделаем. «She has been preparing for her exams the last two». Там дальше. «The last two months». Давайте переведем вместе. Значит, «она». «Она готовится к экзаменам». «Готовилась». «Готовится». «Мы не можем по одному предложению понять». Значит, «она готовится». Пусть это будет готовиться. Да, пусть будем считать, что экзамен еще не состоялся. Хотя это непонятно. Значит, «она готовится к своим экзаменам». На протяжении, наверное, двух месяцев. Да, «last» здесь написано «последние два месяца». На протяжении двух последних месяцев она готовится к экзаменам. Так, ну, чего здесь? «For» или «since»? «Since», наверное. Что это тут? «Since», смотрите. «Since» – это «с» в каком-то моменте. «Да, тогда «for». «For»? «Да, for the last two months». Давайте вот это «the last two months» заменим на что-то такое, что позволит нам поставить в это предложение «since». «She has been preparing for her exams since». С какого-то момента? Можем какой-то месяц назвать здесь. «April month». «Since April». А так не говорится «April month», просто «since April». «Since April». «Since April». «Since April», «Since July» и так далее. Хорошо, давайте шестое. «We have been playing poker the greater part of the night». «Мы играли в покер. «Greater part of the night». «Greater part of the night». «Greater part of...» «Тут можно начать со слов «пот». Что такое «пот»? «Пот». «Пот»? «Пот». «Пот» – это часть. «Пот». «Пот» – это часть. Это большая часть. The greater part. Great – это не только значит замечательный, потрясающий, но и как бы большой. Поэтому the greater part of the night – это большую часть ночи мы проиграли в покер. Так, ну и что, какой выбираем предлог туда? For. For the greater part of the night. Хорошо. Ну, давайте седьмое. They have been playing tennis. Since breakfast. Absolutely, since breakfast. Да. Завтрак. Завтрак. Они только. Да, они играли в теннис, завтрак и последняя. She has been living in London last summer. For last summer. Подумайте. Сейчас. Она живет в Лондоне последнее лето. А, since. Since last summer. Ой, since? Да. Since какой? Чего-чего? Я думаю, а for. Смотрите, почему не for, а since? Потому что здесь у нас last summer, это значит, прошлое лето. Да? С прошлого лета. С прошлого лета. Да. Да, потому что если бы предложение было о том, что она жила в Лондоне прошлое лето, это было бы другое время. Это было бы past continuous. She was living in London. Она жила в Лондоне. То есть это бы уже не было связано с настоящим. Вот то, с чем мы сейчас разбираемся, это связано с настоящим. Она живет в Лондоне с прошлого лета. Или она, например, жила в Лондоне с прошлого лета и только что уехала. Ну, в общем, в любом случае, вот это время, оно не просто так называется present, perfect continuous. Потому что present – это значит настоящее. То есть понимание англоговорящих – это одно из настоящих времен. Вот. То есть если бы у нас, еще раз, полностью действие было в прошлом, она жила, то это было бы совсем другое дело. She was living. Если она, например, если бы мы хотели, как вот тут у нас было с экзаменами, что она готовится к экзаменам два месяца. Значит, если бы мы хотели сказать, что она живет в Лондоне все лето, то у нас, соответственно, здесь не было бы слова last. Правда? Last summer. Это же прошлое лето. Вот. А если бы надо было сказать, что все лето – это during или там the whole summer. Все лето. The whole summer. Слово whole там у нас тоже дальше будет. Его будут сравнивать. Мы будем его сравнивать со словом all, со словом every. Вот с этим совсем моментом. Так. Значит, she has been living in London since last summer. Да, с прошлого лета она живет в Лондоне. Так. И смотрите, прям чуть-чуть хочу вот заглянуть вот в то, что такое страдательный залог. Вот у нас пример здесь есть. Вот как бы объяснить. Вот сверху фрагмент, да, и снизу фрагмент упражнения. Вот тот фрагмент, который снизу. Там, где написано every patient. Вот прочитайте его. Every patient is traded according to his specific needs. Вот к слову specific тоже бы обратила внимание на это слово. Specific. Specific, понятно, оно означает специфический. Вот хорошая фраза, когда надо что-то уточнить, да, можно спросить у человека. Can you be more specific? То есть не можете ли вы быть более, ну, не можете ли вы точнее как-то, да, свою мысль изложить? Can you be more specific? То есть когда нужны какие-то подробности, какие-то детали. Вот эта фраза прям замечательно проходит. Так, а в этом предложении мы видим страдательный залог. Смотрите, treat, глагол treat, означает обходиться, значит, с кем-то как-то. Например, они со мной грубо себя ведут. They treat me, как сказать грубо, там, in a rough manner. Ну, пускай. Короче, treat, иметь дело с кем-то. Это здесь означает оно лечить, да. Every patient is treated. То есть с каждым пациентом обращаются или каждого пациента лечат. Дальше вот это according to his specific needs, according соответствия. В соответствии с его специфическими потребностями, да. Every patient is treated. Вот смотрите, это предложение можно переделать и сказать так. Doctors treat every patient. То есть врачи лечат каждого пациента. Вот если мы сравним эти два предложения. Врачи лечат и каждый пациент лечится или там обслуживается. Вот то предложение, где у нас есть врачи, doctors treat. Это называется active voice. Сейчас как это по-русски. Действительный залог. Когда у нас какой-то предмет, объект, человек сам совершает какое-то действие. А то предложение, которое мы видим, every patient is treated. Здесь человек сам действие не совершает, действие совершается как бы с ним. И это называется страдательный залог. Вот смотрите, есть у меня такая подборочка. Мы прям только первое посмотрим. Про Stanley предложение. Вот смотрите, прочитайте сейчас, когда будет хорошо видно. Первое предложение, оно в прошедшем времени. Не очень хорошо, наверное, видно. Я не знаю, почему так расползается шрифт. Видно? Ну давай. Stanley wrote this article. Article – это статья. Значит, давайте предложение все вместе переведем. Stanley. Stanley. Что такое Stanley? Это имя просто. Это просто имя. Не обращайте внимания. Значит, Stanley что сделал? Это в прошедшем времени у нас все. Wrote this article. Что сделал? Написал эту статью. Да, Stanley написал эту статью. Мы можем это предложение переделать и получить такое. Эта статья была написана Stanley. Как это сделать? Мы, значит, начинаем с этой статьи. This article. Потом смотрите. Was written. Была написана. Was written by Stanley. Сейчас я, если у меня получится, сейчас тут чат включить. Эта статья была написана Stanley. Сейчас вот получается. Получается. Сейчас переключу. This article was written by Stanley. Вот, смотрите. Только там с большой буквы должно быть. Видите? This article was written by Stanley. Да. Вот вы видите, что вместо wrote я взяла форму written. Где вообще брать вот эти… Откуда эта форма глагола? Это третья форма глагола. То есть, если у вас есть таблица неправильных глаголов, то у глагола write писать. Поскольку он неправильный, у него три формы. Формы write, wrote, written. И вот для страдательного залога мы выбираем последнюю форму. Если у нас глагол правильный, например, create, создавать, то у него форма будет created. То есть, как сказать, эта статья была создана, Stanley. Давайте попробуем. This article was created by Stanley. Вот, короче, будем потихонечку с этим разбираться страдательным залогом, потому что им можно и нужно пользоваться тоже. Так, все, значит, на этом мы пока останавливаемся. Сейчас я выключу запись, и мы обсудим. Ой, господи.